Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава книги пророка Иеремии для библейского портала экзегет, читаю перевод Луки Маневича, он был сделан для российского библейского общества. 19-й во многом ответ на 18-й, 18-й Иеремия жалуется, там много чего происходит, но в конце Иеремия жалуется на то, что его притесняют, его обижают, и мы еще увидим, как у него есть все основания для этой жалобы. И вот здесь Господь ему отвечает, Иеремия просил Господу покарать своих обидчиков, что же в 19-й скажет Господь. Оказалось бы, он должен сказать, да, конечно, всех уничтожу, но вместо этого он отправляет Иеремию в очередной раз совершить некое символическое действие. То есть слова уже не доходят, нужен перформанс, как это называют сегодня, то есть какие-то яркие, зачастую бессмысленные и провокативные действия. Помните, как он там нижнее белье свое ходил закапывать в предыдущих главах куда-то к потоку фара, и потом ходил откапывать, конечно, все сгнило, пока лежал в земле в мокром месте. Что за перформанс на сей раз? Так говорит Господь. Иди купи у гончара глиняный кувшин. Начинается все очень просто. Возьми с собой несколько старейшин этого народа и нескольких старших священников. Выйди к долине Бенхеном за горшечные его рода. Все, горшки до кувшины. Вот эта часть книги использует именно гончарные образы для передачи пророчества. И провозгласи там слова, которые я скажу тебе. Скажи, слушайте слово Господне, царь иудей, житель Иерусалима. Видимо, что-то предстояло сделать с кувшином, но я полагаю, что как-то с особым шумом его разбить, потому что дальше говорится. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Я пошлю такую беду на это место, что у каждого, кто о ней услышит, зазвенит в ушах. Ну, видимо, он так шваркнул этим кувшином, что уже зазвенело. Ибо жители Иерусалима оставили меня, осквернили это место, воскуряют здесь богам иным, которых не знали ни они, ни их отцы, ни цари и иудеи, и залили они это место кровью невинных. Построили ни капища ваалу, чтобы сжигать своих детей в огне, как жертву всесожжения ваалу. Действительно, действительно, хананейская религия подразумевала детские жертвоприношения. То есть самое ценное, что у человека есть, его ребенок, он его может принести в жертву для того, чтобы, как он полагает, угодить своему божеству. Я этого не заповедовал и не повелевал сердцу моему, это не угодно. И потому на стану дни, вероятно, вот эти горшечные ворота вели как раз к той местности, где этим занимались. На стану дни, говорит Господь, когда это место будет называться не Тоф, это не Долина Бенхеном. Она периодически упоминается в книге, это вот место таких жертвоприношений, это рядом с Иерусалимом. А Долина Резни, то есть тут режут и сжигают детей, значит, в какой-то момент там будут резать тех, кто этим занимается, да, вот сами жители Иерусалима. На этом месте я обращу в счету все, что задумывают иудеи Иерусалим. Я повергну их мечом врага, падут они от руки тех, кто жаждет их смерти. Их трупы я отдам на съедение птицам небесным и зверям земным. Вот они приносят своих детей в жертву языческим богам, они сами станут кормом для диких животных, которые лучше языческих богов хотя бы потому, что в них есть жизнь, а языческие боги – выдумка. Я бреку этот город на ужас и унижение. Всякий, кто пройдет мимо, ужаснется, присвистнет, глядя на его руины. Я заставлю жителей этого города поедать плоть своих сыновей и дочерей. Каждый будет есть плоть своего соседа. То есть не просто абстрактно кто-то, а вот соседи будут ловить и есть своих детей. А если своих детей отдавали в пищу языческим богам, то вот здесь сами будут ими питаться. То есть вы используете своих детей как пищевой ресурс, ну вот и воспользуетесь им, очевидно, в ситуации жуткого голода. Каждый будет есть плоть своего соседа во время осады и бедствий, на которой враги обрекут их, желая их смерти. Разбей кувшин. О, наконец-то, я-то думал уже. Разбей кувшин на глазах у пришедших с тобой людей и скажи им так. Так говорит Господь воинств. Я разобью этот народ и этот город. Так разбивают кувшин гончара, и невозможно собрать его снова. Да, склеить не получится, чтобы держал воду и вообще. И для могил в Тофете уже не хватит места. Тот самый Тофет, где сжигали в том числе и детей в жертву. Так я поступлю с этим местом, говорит Господь, и с его жителями. Сделаю этот город подобным Тофету. То есть все станет таким, весь Иерусалим. И будут оскоренены дома Иерусалима, дома царей иудеи, как Тофет. Все дома, где воскуряли на крышах воинству небесному и совершали возлияние богам иным. Вот как Господь ответил на желание Иеремии, чтобы Господь наказал нечестивцев, а Иеремию наконец оставил в покое. Еще борщей конфронтации. Нет, пойди и на глазах у них это все сделай. Иеремий вернулся из Тофета, куда Господь посылал его пророчествовать. Стал во дворе дома Господнего и сказал всему народу. Ничего так, уже он в храме обращается ко всем. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля. На этот город и на все его города я пошлю те беды, которые я предрек ему. Ибо все они упрямо слов моих не слушают. Как же отреагируют, собственно говоря, те, кто должны соблюдать порядок в храме, священники храмовые? Ну, можно угадать, а можно прочитать 20-ю, следующую главу, в которой все это будет описано. Спасибо. 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 Спасибо.